Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда Айс, и мы продолжаем прохождение Final Fantasy 6. Что ж, нас напали, на нас напали, это как бы не очень гуд. Хотя, с другой стороны, это дополнительный опыт и дополнительные деньги, которые мы будем тратить на броню, оружие, зелье, ночлег, сидор, танцовщиц, ладно, дальше, дальше уже нельзя говорить, а что. А то у меня сейчас понесет. Так, сюда мы проходили, ой, тут у нас немножко, мы немножко заплутали. А это как прикольно сделано в легендах о драгунах, когда ты... Когда шанс того, что сейчас на тебя кто-нибудь нападет, ну как бы маленький, вернее, когда на тебя сейчас никто не нападет, на твоей головой, хотя тоже бои как бы случайные, и ты не видишь, когда на тебя кто нападает. На твоей головой такой зеленый, если я правильно помню, треугольничек, типа, все нормально, потом желтый, типа, еще будешь долго ходить, на тебя кто-нибудь нападет, когда он красный, тогда на тебя нападают. Вот, если бы он был бы, наверное, тут, вот такой же, это было бы достаточно любопытно. Хотя, с другой стороны, есть другая система, в том же Хронокроссе, например, когда враги видны, ты нападаешь на того, кто, как бы, виден тебя. Если не ошибаюсь, в Лунаре втором такая же система. Может быть и в первом тоже, не помню. Ну, из тех JRPG, в которые я играл, которые я еще более-менее ГК помню. Сейчас мы зайдем в инвентарь, выберем три тоника и применим каждому нашему герою по тонику, потому что ХП у нас что-то маловато, как-то совсем. Тоников, конечно, у нас осталось тоже немного, но даже, наверное, вот так вот сделаем. Два тоника, два тоника, а Терри не надо, потому что у нее есть, есть хилка. Ну, а если серьезно, то у ХП у нее достаточно много. Потерпит, как говорится. Так, есть проход один, есть проход второй, есть проход вообще вниз, куда-то с горы. То есть я на вскидку видел три прохода, куда можно пройти. И опять, смотрите, опять бой, когда нас нападают как бы не впрямую, а сбоку. До этого в других читах Final Fantasy, естественно, до этой шестой, не будем брать дальше части. Именно вот до шестой. Я не помню, что такая система была так часто. В какой-то, может быть, части она и была, но не так часто там нападали, прям сбоку, как тут написано. Ни два, ни полтора, как-то все наполовину. О, тент. Тент-то хорошо. Палатка, она и в Африке играет с палаткой. Так. Ну, тут явно какой-то спрыг есть, хотя, возможно, это просто мне кажется, что нам нужно будет влево идти, а остальные пути это чисто... Чисто сходить, что-нибудь забрать, типа каких-нибудь сундуков. Опты дают немного, но это правильно, потому что мы уровень подняли. А денег дают, ну, на самом деле тоже, наверное, не очень много, но приемлемо пока что. Так, у нас тут несколько проходов. Но другие проходы просто обвалившиеся, поэтому нам блуждать тут не придется. А в пещере у нас бандиты какие-то стоят. Вот, и хитрецы, блин. Хитрецы такие местные, которые хотят Теру похитить, короче. Бедную. И в 8 хитрецов ее побить. А нас, естественно, убьют. Остальных. Ну что ж, давайте еще один тоник применим все-таки. Хотя... Может быть, магия. Само потом тоники будут не так годны, я думаю, что... Лучше мы пара тоников применим. Потому что, хоть я и думаю, что если будет босс, перед ним будет вейпоинт, так называемый. Где мы сможем использовать тент. Ну, а вдруг нет? А манна нам пригодится именно в бою устанавливать хп. О-о-о-о. Это вот очень неприятный бой, может быть. Ах, вот поэтому я и говорю, что это очень может быть неприятный бой. Нифига секунда, атака какая. Это была, конечно, печалька совсем. Ё-моё, крит еще вылетел. Второй уровень подняла. И на 1 мягкость нам дали достаточно много. Но не так много, как раньше. Потому что, опять же, мы подняли уровень. И нам дали мягкость. Возможно, босс будет пытаться превращать нас камень. Но это не точно, как говорится. Ладно, давайте навыки. Навыки терры и все-таки магия лечения. Вот таким вот образом. Потому что там тритоника тратить. У нас осталось только 2, на всякий случай. В общем, делаем как-то так. И мы выходим куда-то непонятно куда, честно. Поделетят какие-то камни. Так, а давайте сходим назад. Я, конечно, понимаю, что вы скажете. Во! Ты опять бродишь туда-сюда. Опять ищешь то, чего, может быть, и нету. Никто не написал насчет Сидора. То есть, можно его дать детку? Как-то нельзя. А я же вижу, что люди смотрят. Да, пускай не так много. Но вы же смотрите. У него уж никто не играл, а не знают. Пишите комментарии хотя бы, кто смотрит. Ну, там, не знаю. Я посмотрел. А я вам сердечко поставил. Скажи спасибо. Вот они эти гадские типы. Зачем? А вы поняли, да, что я ошибся? Вместо автоарбалета нажал простую атаку. А, бывает. Чего же вы так бедную девочку-то бьете? В случае. Фу, тоник. Тоник. Странно, что с мамонтов денег падает приблизительно так же, как с бандитов. Я бы все-таки с бандитов, наверное, больше бы денег давал. А за мамонтов, естественно, больше опыта. Больше, чтобы так и так дается. Вот видите, да? Отсюда нельзя спуститься. Там есть веревочный мост, на котором чисто теоретически мы могли бы... Спрыгнуть, на котором мы могли бы чисто теоретически спрыгнуть. И пройтись по нему. Но нет, не дают нам это сделать. Говорят, нельзя. Нельзя. Так. Так, а биобластер? Ну-ка, давайте попробуем биобластер на них. Может быть, он лучше сработает. Я хуже. Наверное, я хуже пробовал его. Печалька, печалька. Меня убивают эти поганые мамонты. Реально убивают. Вы же сами видите. Но это хорошо. Даже с прокачанным уровнем. Мы явно сейчас выше уровня, чем среднестатический игрок в этой пещере обитает. Нас все равно тут бьют. И это отлично. Это то, что мне нравится в GRPG. Да, вот именно. Потратили мы манну, конечно. Ну а что поделаешь? Потратили. Зелия тратить пока что не хочу. Они все-таки могут в бою тоже пригодиться, как и манна. У нас первый удар великолепный. Отлично. Еще одно повышение уровня. Терочка поднимается, не ошибаюсь, да? На первый у нас поднимает или нет тут? А, нет, простите, Эдгар. Эдгар у нас первый поднимает уровень. 12 у него уже. Плюс немножко еще будет ХП снимать врагам своим арбалетным выстрелом, явно. Прямо на мосту на горе на нас напали. Сирфисы. Сирфусы, а? Такие злобные сирфусы. Кстати, сирфусы... О, крит от Терры, отлично. Сирфусы вполне, наверное, могли бы превращать чисто в камень. Потому что они похожи немножко на этих птиц, которые превращали в камень. Не забыл, как они зовутся. Ну, кроме горгон, виверный, что ли? Виверный, кажется, это да. Все-таки не виверный, а обычная какая-то облезлая курица красного цвета. Ну, да, естественно, как бы нам... Нам дают возможность сохраниться, нам дают возможность, что, кстати, не было в первой-второй части, применить что-то... В чекпоинте, грубо говоря, да? Ну, не так плохо. Ну, например, возьмем... Применим один тент. Хотя, наверное, сейчас тент применить было, ну... Ну, не то чтобы прям сильно нужно, важно. Мы и без этого бы, наверное, справились. Засеймемся, пожалуй. Да. Ну, типа мы засейвились на сейвплейнсе. Без разницы. Интересно, новые враги тут появятся или будут все те же птицы? Обан, обан, обана! Ну, странный звук какой-то появился. Секундочку, сейчас мы этот звук пофиксим. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Это звук именно в игре появился, то есть... Из-за того, что мы загрузились. Иногда так бывает, когда автосейв... Блин, автосейв делаешь, загрузку. Происходит вот такая вот фиганётина. Локи повысил уровень, мы очень много опыта получили, очень много денег получили. Что-то какой-то баг со звуком эмулятора почему-то. А может потому, что нас траванули, на самом деле? Типа, это так, а трава как бы отмечаются? Ну, чисто теоретически такое возможно. Нет. Это всё-таки баг со звуком эмулятора. Который был у меня у второй серии, который я вроде как пофиксил. Но говорится, только вроде как. Ну, это блин, жесть. Это просто жесть. Простите, но... Ах, этот звук будет, видимо, до конца этой серии. Это будет жёстко, жёстко. Хотя, если я ничего не буду делать... И всё будет нормально, наверное. Диалоки достаточно больно побили. Прям достаточно больно его побили. Нужно всё-таки подхилиться уж. Прошу прощения за этот звук. Сволочной непонятный звук, короче. Чё это за чушь вообще? Ох, прошу прощения. Опять у меня в серии какая-то фигня происходит. И я даже не могу понять, почему и как. Не везучая в этом плане, ну, ничего страшного. Главное, не будет слишком привередливый, пожалуйста. Нет, тоже очень сильно... Расстраивает. Да, опять терра получила, смотрите, минус. Вторучая, опять нас отравили, это печально. А может, это оригинальный звук, который был в игре? Я же не знаю, я же не играл. То есть... Я-я-то на самом деле хрен его знает. Может, так и должно быть? Ну, типа, так и должно пищать? Когда мы на агру, типа, поднялись. Это, наверное, всё-таки нет. Нифига себе, ну, ты, правда, сзади. Но 300 сравнодофига. Больше своего хп, блин, Эдгар только что выдал. Вообще красавец. Кроссовец так красавец, да? Лабиринт настоящий, к сожалению, или, к счастью. Просто настоящий лабиринт. Итого ударил, простите, извините. Засранца. Ну, это баг со звуком, и это первый раз происходит, в принципе. Именно на этой игре. Именно сейчас. Оба, надо, что такое, блин. Это братан его, походу, бил. Короля этого. Эдгара. Интересно, а нам придётся с ним, типа, сражаться, а потом, ну, ступит нам отряд? Или сразу в нас отряд он ступит? Сабин послал тебя, да? Ты кто такой? Сабин? Он здесь? Ты следил за нами, так? Точно. И как плохо то, что вы наткнулись на меня. Нет, всё-таки это, видимо, какой-то злобный тип, если я правильно понял то, что тут переведено было. Так, раз, два, три. И пухов сначала убиваем. В принципе, у нас, как бы, и вариантов нет, да, получается. Прямо как убивать и пухов. Убивать кого-либо ещё. Да, я не могу, не могу сразу его бить. Видимо, он будет призывать кого-то постоянно и будет мешать. О, удар бури, ничего себе. Прямо массовое такое заклинание дикое, да? И постоянно будет контратакователь, нет, это тоже интересный вопрос. Можно всех подлечить? Да, не, не, блин, всех подлечить хочу. Простите за этот звук. Не могу. Ну, я не буду вас просто мучить дальше. Этим ужасным звуком, поэтому. Возможно, могу, но не знаю как. Хватит! Вы все трупы! Ахуху, нюхаха. Сдавайтесь, Варгас. Это ты, Сабин? Варгас, зачем ты это делаешь? Как может ты так поступать с собственным отцом? Дурак, он сделал ошибку, выбрав вас как преемника. Он плохо обходился... Обходил его... Обходился с его единственным сыном. Нет. Он выбрал именно тебя. Ты глугун! Наш мастер хотел, чтобы ты был его преемником. Он ценил твой прекрасный дух. Достаточно лжи. Теперь попробуй мои превосходные техники. Смельтельный удар, снежинка, кулак, снега! Ах, Сабин, мастер хорошенько тебя научил. Я думаю, этого нельзя избежать. Судьба свела нас вместе. Судьба пошлет тебя на погибель. Смертельный кулак. Блиц. Что за блиц? Я устал. Неправильная. Вот команда. Так, у нас типа за 60 секунд надо его победить, что это? Что-то жестко. Ну же. А бьет кратко, что его бить не надо, короче. Неправильный ввод блица. А когда вы его правильно попросите в виду? Когда мы сдохнем? Короче, все жестко. Удар буря. Ба-бамс. Нечень понятно, его нужно, с ним нужно сражаться, или с ним наоборот не нужно сражаться. Достаточно любопытный факт. Просто если нужно сражаться, я уже как бы много времени потерял. Ну же, в чем дело? Да получай, ни в чем. Настало время положить этому конец. Учение мастера. Нужно применить блиц-технику. Нажми кнопку влево, вправо, влево. Затем нажми кнопку X. Влево, вправо, влево. Окей. То есть, жесть, на самом деле. Это нас обучает какой-то технике, типа. Ну ладно. Я же не смогу, я же не успею, я же не введу. Кутое, это ж не мое. Наверное. Так я же... Неправильный ввод блиц, вы что, шутите, что ли, вообще? Да какой неправильный ввод блиц, вы что, прикалываетесь, что ли? Лево, право, лево, X. А, блин, я A нажимаю, а не X, походу, дело. Ну, X-то у меня, как бы, на A. Я не успеваю ввести блиц, как я и говорил. Да нет, это чушь. Я просто не успеваю ввести его. Лево, право, лево, блиц, лево, право, лево, блиц, лево, право, лево, блиц. В общем, нужно тренироваться Это какая-то очень хитро-мудрая хрень Прям хитро-мудрая хрень Очень За счет серии мы пофиксим звук И будем тренироваться Спасибо огромнейшее всем, кто смотрел С вами был Айс Ждите новых серий Всем пока Пока